Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. Второе за неделю массовое ЧП с туристами. На Алтай упал вертолет. Несколько пострадавших и погибших. Пилоты и один из пассажиров, предположительно, жители Алтайского края. 200 миллионов на скважины и водонапорные башни. После визита премьер-министра страны в крае должна решиться проблема с качеством воды. От кабанов до медведей на Алтае растет популяция диких животных. Начнем выпуск с экстренной новости. Сегодня на Алтае, а точнее в Усть-Коксинском районе республики Алтай, упал пассажирский вертолет Ми-8. В результате авиакатастрофы 6 человек погибли, 7 пострадали. По предварительной информации, пилот упавшего вертолета житель Новоалтайска выжил. Он сейчас находится в больнице в Горноалтайске. Об этом сообщают собственные источники. Один из пассажиров, житель Барнаула, по неофициальной информации, погиб. Отметим, что крушение вертолета, на борту которого находились туристы, случилось во время его посадки. Он зацепился за электрические провода и начался пожар. Страшные кадры уже облетели социальные сети. Вот вертолет только заходит на посадку в селе Тюньгур Усть-Коксинского района и задевает электрические провода. Переворачивается, начинается пожар. В итоге вертолет рухнул. Кабина и его передняя часть разрушены. Отметим, что упавший Ми-8 выполнял коммерческий рейс. Он возвращался с туристами с вершины горы Белуха. Известно, что на борту вертолета было 12 пассажиров и 3 члена экипажа. Шестеро участников полета погибли, сообщают в пресс-службе МЧС России. Семеро пострадали. У некоторых зафиксировано 90% ожогов тела. Буквально накануне председатель правительства России Михаил Мишустин, находясь в Горном, поднимал вопрос о безопасности туристических услуг и просил усилить контроль над этим вопросом глав Республики Алтай и Алтайского края. Добавим, за последние дни это уже вторая трагедия. Так, 25 июля опрокинулся автомобиль ГАЗ-66 с туристами, ехавшими на Каракольские озера. В результате аварии один человек погиб, трое получили травмы. В водоемах Алтайского края утонуло 20 человек с начала лета. Четверо из них детям. Такие данные приводят региональный МЧС. И с каждой неделей статистика, к сожалению, обновляется. Так, последнее происшествие произошло накануне. В реке Чирыш утонул 31-летний мужчина, отец четверых детей. Трагедия произошла в селе Усть-Камышенко, Усть-Калманского района. По словам очевидцев, мужчина рыбачил на берегу. В этот момент увидел, как в воде тонут дети и кинулся их спасать. Но угодил в воронку и не смог выплыть. По отзывам односельчан, мужчина был добрым, отзывчивым и готов был протянуть року помощи в сложной ситуации. Местные жители отмечают, что там, где произошла трагедия, очень глубокие ямы и воронки. И все это при сильном течении. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям края быть внимательными во время купания и учитывать опасность водоемов. Так, судя по статистике МЧС, чаще всего люди гибнут на реках Ануй, Чумыш и Аллей. Для них характерны внезапные ямы и резкие перепады уровня воды. Продолжим выпуск. В 56 населенных пунктах края пробурят дополнительные скважины и установят водонапорные башни. Средства на это 200 миллионов рублей выделят из федерального бюджета. Договоренность об этом была достигнута во время визита на Алтай председателя правительства России Михаила Мишустина. На встрече с губернатором Алтайского края премьер-министр обещал помочь решить одну из давних проблем региона. К тому же он подчеркнул, что на развитие другой важной сферы туризма в ближайшие пять лет выделят 50 миллиардов рублей. Подробнее в сюжете Юлии Щепиной. Михаил Мишустин пробыл с рабочим визитом в республике Алтай весь день. Там он провел большое совещание с главами двух Алтаев. Наш регион активно пользуется федеральными программами. Однако одной из главных проблем по-прежнему остается качество воды в городах и селах. На сегодняшний день более 40% жителей получают воду из артезианских скважин, пробуренных еще в 70-80-х годах. В переборе есть с водоснабжением. Хотел попросить поддержки для того, чтобы сделать новые водозаборы, улучшить водоснабжение в всех населенных пунктах, где у нас наметились перебои, и поставить водонапорные башни. У нас есть план, это примерно 56 муниципалитетов, если мы сейчас 200 миллиардов рублей. Воду воды, конечно, крайне важно, обязательно поможет в соответствующем получении мы дадим. Думаю, что это все реализуемо в ближайшее время. Работы по бурению новых скважин начнут этой осенью. Это позволит улучшить водоснабжение для 84 тысяч жителей края. Но кроме проблем региона обсудили его достижения. В частности, затронули тему социально-экономического развития края. Три с половиной года уже прошло. Реализация программы доложил председателю правительства о основных результатах, которые уже удалось достичь. В принципе, за три года с точки зрения наиболее крупных показателей создания рабочих мест и привлечения внебюджетных инвестиций, пятилетние планы мы уже выполнили. А полтора года работы еще есть впереди. Поэтому, конечно, мы и выполним, и перевыполним те плановые задания и обязательства, которые в рамках этой программы край брал на себя. Но ключевой темой совещания стало развитие туризма на Алтае. Сейчас правительство России активно выделяет деньги на строительство модульных отелей. На поддержку таких проектов Алтайский край получил рекордную сумму – 945 миллионов рублей. Я в прошлом году впервые побывал в такой модульной конструкции на отдыхе. Это потрясающе. Просто потрясающе. Никогда даже не представлял, что так просто, достаточно недорого, да, и экологично можно сделать возможность пребывания в местах, где он, так сказать, еще человечеством, где красиво, где природно. И, конечно, это не может не радовать тех многочисленных туристов, россиян, которые к вам приедут. В мае Виктор Томенко встретился с президентом по видеосвязи. Владимир Путин высоко оценил потенциал туристической отрасли Алтайского края и пообещал рассмотреть вопрос о выделении денег на новую аэродромную полосу и оборудование для аэропорта. А Михаил Мишустин заверил, что на развитие туризма в ближайшие пять лет выделят 50 миллиардов рублей. Юлия Щепина. День с толком. Региональный материнский капитал. Приобретение товаров и услуг для социальной адаптации, а также интеграцию в общество детей-инвалидов. Однако мало кто знает, что с помощью регионального мат-капитала можно подвести к Дому газ. Активно ведем социальные сети для того, чтобы люди знали и видели, какие у нас направления есть в материнском капитале. Та же газификация, что у нас участвует в материнском капитале, ей можно воспользоваться. Добавим, право на получение регионального материнского капитала предоставляется только один раз. В случае неиспользования его размер индексируется. В алтайских вузах завершился прием документов на бюджетные места. Всего приняли около 50 тысяч заявлений от абитуриентов. Все их обработают до середины августа. Как отметили в Министерстве образования и науки, число бюджетных мест по сравнению с прошлым годом немного увеличилось, примерно на 4%. Но как в целом прошла приемная кампания и какие направления по предварительным итогам вошли в число самых востребованных в этом году, расскажет Дмитрий Дроздов. Эту девушку можно назвать героем. Она из Целинного района и в 11 классе училась абсолютно одна. Какие-то промежутки было сложно учиться, в какие-то легко. В принципе, никто не мешает. Задания дают и делаешь. Сдав ЕГЭ на довольно-таки высокий балл, выбор Софьи пал на технический университет. Выбрала направление химическая технология. Теперь с трепетом ждет заветные списки зачисления и новую студенческую жизнь. Я ожидаю от учебы классного коллектива, хороших преподавателей. И узнаю, что-то новое в плане сферы химии. Таких же эмоций ждут еще почти 50 тысяч абитуриентов. Именно столько заявлений было подано в крае на бюджет. А если точнее, 36 тысяч заявлений по программе бакалавриат. Еще 9 тысяч специалитета и 3,5 тысячи магистранты. В техническом вузе, например, популярностью пользуются направления информационной безопасности, прикладная информатика и информатика и вычислительная техника. На них, кстати, самый высокий проходной балл. Заявление было подано более 10 тысяч. И на данный момент мы уже имеем оригиналов около 800. То есть это говорит о том, что в этом году ребята очень активно идут в технический университет. Очень много в этом году целевых договоров, именно связанных с тем, что предприятия целенаправленно готовят для себя будущих инженеров. А в старейшем вузе Алтая, педагогическом, было подано более 7 тысяч заявлений. Приемная кампания здесь прошла с небольшими сложностями. В этом году абитуриенты могли подать заявление тремя способами. Прийти в вуз через госуслуги или в личном кабинете на сайте поступления в вуз онлайн. Все бы ничего, но некоторые школьники чересчур ответственно подошли к подаче документов. Тем самым оставляли заявление всеми тремя способами, что слегка доставляло комиссии проблем. Вот это самая сложная ситуация, чтобы система синхронизировала все данные и все было успешно. Были те, кто наоборот подали, а потом решили еще раз подстраховаться. Ну то есть вот эти моменты самые неудобные. Если человек использовал один контакт с приемной комиссией, либо госуслуги, либо личный кабинет, либо личный прием, это было легче. Рекордное количество бюджетных мест в этом году предлагает классический вуз Алтайского края. Почти 3000 для всех ступеней образования. Более 500 из них на современных IT-направлениях, которые вызывают большой спрос у абитуриентов. С начала приемной кампании в АГУ подано более 26 тысяч заявлений. Традиционно в вуз поступают иностранные граждане, уже более 600 жителей 10 стран. Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Китая, Египта, Мали и Сенегала. Для первокурсников стоимость обучения выросла на 5%. Самым дорогим считается направление искусства, костюма и текстиля. Стоимостью около 190 тысяч рублей в год. Самые дешевые направления больше 100 тысяч рублей. Они связаны с историей, социологией и туризмом. А в медицинском университете бюджетных мест в этом году 677. По целевым направлениям 484. Набор идет по шести направлениям. Лечебное дело, педиатрия, клиническая психология, медико-профилактическое дело, формация и стоматология. Последняя, кстати, остается самой дорогой специальностью. Около 270 тысяч рублей в год. А вот меньше всех за обучение заплатят студенты на направлении клиническая психология. Около 130 тысяч рублей в год. Во всех вузах в ближайшие дни составят списки на зачисления. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле ограничат продажу алкоголя в день города 2 сентября. Документ с таким решением подписал Вячеслав Франк. Особый режим реализации продукции с градусом начнет действовать с 9 часов утра и продлится до 9 часов вечера. В этот промежуток предприятиям розничной торговли запрещено сбывать алкоголь и пиво. Эта мера не новая, так власти стремятся обеспечить порядок и спокойствие в местах массового скопления людей. И за 15 лет этой практики жители уже привыкли к спиртному ограничению. Бейчанам предлагают присоединиться к субботнику и убрать строительный мусор на стадионе. После того, как стройка на спортивном объекте завершилась, на территории остались доски, банки из-под краски, арматуры. Подробнее в сюжете. Первый этап обновления стадиона «Прогресс» – футбольное поле и беговые дорожки сдали в 2021 году. Прошло два года, а спортсмены так и не могут полноценно тренироваться. Во-первых, объект до сих пор не принят на баланс, во-вторых, рядом свалка строительного мусора. Этот мусор остался от прежних подрядчиков, которые непосредственно занимались укладкой поля. Здесь нужно будет всеми нашими общими усилиями совершить небольшое такое мероприятие по уборке мусора. Тем самым мы сделаем доступ для наших ребятишек, для занятий физической культурой активно. Бобины от кабелей, доски, банки из-под краски, арматура, по сути, бейчан приглашают расчистить строительную площадку. По плану на месте свалки должны возвести трибуны. Третью очередь – обновление «Прогресса». Когда осуществляться эти планы, неизвестно никому. Именно поэтому сейчас остро встал вопрос на ведение порядка на участке, где могут заниматься спортом дети. Фигуристы и хоккеисты, которые занимаются рядом на ледовой арене, готовы засучить рукава. Они первые, кто вызвался помочь. Хорошая идея, потому что ведь кто будет пользоваться стадионом? Это спортсмены. Поэтому вот наши родители и наши дети тоже примут участие. Мы с удовольствием готовы присоединиться, помочь все убрать, организовать, для того, чтобы всем было приятно заниматься и детям, и взрослым смотреть на праздник спорта. Не все жители Новокограда разделяют точку зрения спортсменов. Как только власти города кинули клич с просьбой в интернете, начались обсуждения, чей мусор и кто обязан его убирать. Строители. Строители. Ну, они должны все, как говорится, работу свою выполнить полностью, чтобы все было чисто, чтобы, как говорится, с нуля все, чтобы было. Ну, подрядчик, наверное. А почему именно он? Ну, они же работу эту делали, значит, должны за собой убрать. Вообще договор есть. В договоре должно быть указано, кто должен убирать. Вернее всего, что подрядчик. А сейчас все подходите за своим обмундированием. При этом практика общегородских субботников показывает, что жители нашего города активно реагируют на просьбы помочь в уборке общественных территорий. Я считаю, что люди в любом случае должны помогать. Если городу какая-то помощь нужна, то люди всегда должны сплотиться и помочь. В принципе, облагородить город силами людей не так и сложно. В первую очередь наведением порядка на месте займется управление ЖКХ. Тяжелый мусор не убрать руками. Для этого пригонят погрузчик и самосвал. В мэрии предоставят инвентарь, грабли, мешки. От жителей потребуется посильная помощь. Траву повырывать, граблями почкать. Такой легкий бытовой мусор в кучке загрести и провести. Всех желающих помочь ждут на стадионе «Прогресс» 29 июля в 10 часов утра. Евгения Ижутова, Андрей Сегаев. День с толком. Внимание у автомобилистов! Движение по двум полосам нечетной стороны улицы Аванесова в связи с ремонтом канализационного коллектора перекроют на сутки. Точнее, с 21.00.28 июля до 21.00.29 числа. Как сообщили в Барнаульском водоканале, 21 июля в районе Аванесова 108 произошло повреждение коллектора. Его устранили, но дополнительное обследование показало, что есть порыв еще одного участка на Аванесова 125. Планируем с целью минимизации неудобств для горожан провести эти работы в ночь с пятницы на субботу. Начнем выставлять знаки, ограждающие в 9 часов вечера. Движение будет по одной полосе. Будут проведены работы по восстановлению работоспособности канализационного коллектора диаметром 700 мм. Восстановим целостность верхнего свода. Произведем обратную засыпку и восстановим благоустройство, асфальтировку. Ремонтные работы проведут без отключения потребителей, но ресурсоснабжающая организация призывает водителей быть внимательными и выбирать маршрут с учетом данной ситуации. Еще одна экологическая тропа для туристов на заповедной территории появилась в Алтайском крае. Ее особенность в том, что путь длиною в 21 км пролегает вдоль границы сразу двух особо охраняемых территорий – Тегерекского заповедника и Ченетинского заказника. Путешественники могут пройти по берегу реки Иня и ознакомиться с древними окаменелостями в пещерах. По дикой дороге прошелся и наш корреспондент Данил Кузнецов. Опытные туристы знают, что первым делом после прибытия на место нужно разложиться и поставить палатки. Особенно, когда речь идет о длинном походе по правобережной тропе реки Иня на границе Ченетинского заказника и Тегерекского заповедника. К дистанции в 21 км готовились все основательно, особенно новички. Необычное все, то есть и спальный мешок, и коврик, и запастую обувь. Это все для меня необычное, потому что я хожу с маленьким рюкзачком, максимум вода и фотоаппарат. Для фотографов новая тропа – настоящее открытие. Виды на реку Иня – это лишь малая часть всех красот, открывающихся взору объективов. Главная фишка – карстовые пещеры. Вся морская фауна, которая в те времена обитала, тут мощнейшие коралловые рифы в это время были, 300-400 миллионов лет назад. Отпечатки кораллов, брахиопод, морских лилий, аммонитов и прочих беспозвоночных. Все это можно увидеть своими глазами, все эти места найдены, отмечены. А снаружи фотографы насладятся рассветами и закатами, которые здесь необыкновенно яркие. Однако любоваться можно не только глазами. Чистый воздух, тишина, река бежит, очень вкусно пахнет. Вот мы сейчас пока шли по дороге, разные запахи, которых, ну, допустим, у нас нет таких. То есть пахнет как-то необычное… а, зизифора, да. Очень вкусно пахнет именно цветущими травами. Дикая дорога здесь существует уже сотни лет. Сторожилы припоминают, что ее активно пользовались еще в 60-е годы прошлого века. Возродить путь сотрудники двух особо охраняемых территорий решили в прошлом году. Это один из этапов объединения сетей троп Тегерекского заповедника и Ченетинского заказника. Для туристов уже начали понемногу обустраивать инфраструктуру. К примеру, эти платочки вскоре заменят на указатели. По пути помимо Косолапова можно встретить косуль, волков и кабанов, поэтому ходить без сопровождающего очень опасно. Также при желании группы к людям может присоединиться егерь природоохраняемой организации. У него есть оружие. Однако в идеале создатели проекта хотят сделать тропу автономной и обучить местных гидов всем знаниям совершенно бесплатно. Данила Кузнецова, День с толком. Популяция диких животных продолжает расти в Алтайском крае. По крайней мере, по некоторым видам число особей за последние несколько лет значительно увеличилось. Наибольшую динамику специалисты наблюдают в заповедниках и заказниках. Больше всего в регионе прибавилось медведей. Лишь за последние два года их количество выросло почти в полтора раза. Также положительная динамика прослеживается в отношении моралов, которые занесены в Красную книгу. Их популяция выросла на четверть. Но вот среди косуль, наоборот, прослеживается спад численности. Правда, небольшой, менее 1%. Рост популяции животных, считают специалисты, связан в том числе с выделением большого объема средств профильным ведомствам на охрану природы. За последние пять лет бюджет вырос в два раза. И сегодня он составляет порядка 36 миллионов рублей. Увеличение финансирования позволяет проводить биотехнические мероприятия в большем объеме. Такие как подкормка диких животных, закладываем большее количество солонцов на подкормочных площадках, закладываем большее количество в зимний период сена, веников, овца. Рост финансирования позволяет успешнее бороться и с браконьерами, отметили эксперты сферы. Закупка большего числа новой техники, горючего и других расходников дает возможность чаще проводить выезды по территориям заказников и пресекать преступников, что опять же положительно сказывается на популяции диких животных. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Ну а я напомню телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Валар. До встречи. Продолжение следует. Продолжение следует.